Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые родители, а также все те, кому интересен этот разбор. Я благодарю вас за то, что вы решили потратить время и послушать его. Мне кажется, что он будет длительным, поэтому вы можете, так же, как и я, запастись чаем, как уже принято на просмотре больших роликов, длинных. Это третий раз, когда я пытаюсь поговорить о чебурашке. В первый раз в своем телеграм-канале в начале января я поставила пост моего коллеги Дмитрия Певцова, его впечатление о просмотре со своим сыном фильма. Озов был негативный, ему не понравилось, и под этим постом было очень много негативных комментариев. Так как то, о чем писал Дима, мне было близко, а также, собственно, я знаю Диму и понимаю, что он бы не стал напрасно бы это писать. Спустя две недели я поставила второй разбор питерского актера, режиссера и переводчика Ивана Диденко, тоже негативный. Получил тоже, значит, шквал негативных комментариев. В общей сложности, наверное, их было, не знаю, ну, больше тысячи. И частично я вот вам их сейчас зачитаю. То есть они в среднем, вот, средняя температура по больнице была приблизительно такая. Чебурашка на фоне всего остального, идущего на больших экранах, за очень редким исключением, выглядит агницем. Поэтому народ и пошел. Какой смысл сейчас публиковать отрицательные посты, если все уже посмотрели, мнение сложилось? То есть прибеждать, в общем, бесполезно. Если будут действительно хорошие фильмы, то и неоднозначность, и второе дно Чебурашек будет видно и понятно. Следующий отзыв. Не могу понять, почему, например, никто не возмутился, что на федеральном канале все дружно восхваляли Кикабидзе. Вот уж ничтожество все время обливал грязью нашу страну президента и народ, а вот Чебурашка вам помешал. Люди, ау! А вы считаете, что наш народ глупый? А вы ему откроете глаза? Они же своим глазам верить не должны. А то, что у нас идет в театрах, какие фильмы иностранные в прокате на том же телевидении, передачи провокационные, разврат, никто из вас этого не видит и не знает? Может быть, с этим надо бороться? Ведь народ уже активно это просит. Даже поставили, значит, вот Валентина Васильевича Гафта. Попса дробить шарапнелью нашей души, ее за это не привлечь к суду. Часть поколений выросла на чуши, и новая рождается в бреду. Я очень люблю эпиграммы Гафта, и, конечно же, понимаю актуальность этих эпиграмм. К сожалению, актуальность не исчезла, а может быть, даже усугубилась. Ну и вот еще один комментарий короткий. Ольга так упорно навязывает негатив по фильму, что, похоже, считает массы тупыми и ничего не понимающими в культуре. Также еще высказывалось предположение о том, что я завидую успеху фильма. Правда, не очень понимаю, как бы чему, но ладно. Я хочу вам сразу сказать, что, понимаете, во-первых, я не критик, я не искусствовед, да. Я не буду сейчас вам давать какую-то специальную критику об этом фильме. И также я хочу, чтобы вы поняли, что записывать этот ролик и, так сказать, вступать мне вот в полемику с таким огромным количеством зрителей, ну, совсем и невыгодно. После того, как я опубликовала вот эти несколько постов, более ста человек отписалось от моего канала. Значит, высказывая свое негативное отношение к этому фильму, я, ну, уж никак не улучшаю отношения с продюсерским нашим профессиональным сообществом, да. То есть это как бы мое профессиональное сообщество. Я хочу просто, чтобы вы поняли, что мне, ну, никаким образом невыгодно сейчас записывать этот ролик. Но ведь что-то ведь мною движет, то есть почему-то я все-таки решаю это сделать. Вот объясняю, почему я это делаю. Совсем недавно в рамках 31-х ежегодных международных рождественских чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», который проводил Информационно-правозащитный центр «Иван-Чай» совместно с Объединением православных ученых и Московским финансово-юридическим университетом или Академией. Я должна была выступать с докладом. И как раз вот накануне, да, был вот этот у меня в телеграм-канале канал, связанный с Чебурашкой. И также я узнала, что в прокате Чебурашка был явно совершенно победителем. Я подумала, что будет, конечно, правильно, если я посмотрю этот фильм и выскажусь на эту тему. Тем более та конференция, на которой я выступала, называлась «Научно-практическая конференция. Проблемы защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». После просмотра фильма я пришла в такое, в общем-то, негодование, что я подумала, что необходимо будет именно на этой конференции сделать доклад и разбор Чебурашки. Мой доклад называется «Право называться человеком и возможность быть им». Текст я постараюсь прикрепить вот под видео. Сейчас я хочу вам зачитать этот доклад и, может быть, отвлечься еще с какими-то дополнительными комментариями. Мы с вами в последние годы, по крайней мере, родительское сообщество, часто и активно говорим о защите семьи. И это совершенно не случайно, мы это понимаем, да, потому что именно семья сегодня является тем последним рубежом, позволяющим человеку сохраниться как биологический вид. Сегодня это уже не конспирология. Я думаю, что люди, которые принимали участие, особенно в борьбе в последние, там, начиная с 20 лет, года, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, понимаю, это не просто слова. Соответственно, защита жизни сегодня – это защита семьи, разрушение которой ведется сегодня разными методами и на всех уровнях. В юридической и законодательной сферах внедряются ювенальные технологии, в экономической и социальной сфере создают и тяжелейшие условия для выживания многодетных семей. В медицинской сфере, в образовательной сфере. Вы можете список продолжить сами и, в общем, сказать много всего на эти темы. Вы ходите ногами по земле, вы понимаете, что происходит. Ну, я бы сегодня, да, хотела поговорить и говорю, конечно же, о воспитательной сфере, потому что как раз именно воспитание создает фундамент для всего вышеперечисленного. Потому что воспитание – это внедряемое в нашу культуру с помощью телевидения, кино, книг, театра, образы, знаки, символы, которые и воспитывают в нас принципы, правила, догмы, модели поведения, формируют и управляют нашими мыслительными процессами. И сегодня это очень сложная когнитивная война. Полей сражений этой войны сегодня великое множество. Вот совсем недавно мы говорили о родительском сопротивлении очередном против того, чтобы в разговоре о важном, в школьных разговорах о важном присутствовал ролик Егора Крида, да, и была реклама его концертов и так далее. То есть это совершенно недопустимо. Но это только одна миллионная часть этой войны. Вот этой отечественной культурной войны, которая сейчас происходит. Вот как же выигрывать эти войны? Кто же нам может рассказать об этом? Мне кажется, что вот никто сегодня нам про это не расскажет. Война эта ведется очень давно. Но мы до сих пор не поняли, как на ней сражаться, как и чем на ней побеждать. По одной простой причине. Наши предки, которые победители, они знали, кто такой враг. Помните фильм «Белорусский вокзал»? Значит, там герой Леонов говорит, я понимал на войне, где враг, а где свой. А сейчас я не понимаю, где он. Так вот, когда враг виден, слышен, осязаем и понятен, то понятно, как его уничтожать. А сегодня ведь этот враг какой-то эфемерный. Мы его не видим воочию. Мы не видим, что вот это он и есть. Он постоянно как это мимикрирует. Он как скользкий глист. Сидит где-то внутри и разлагает на всех уровнях наш общественный человеческий организм. И нам сложно сформулировать, а что это? Мы боремся с какими-то врагами, но вот этого главного, так сказать, управляющего глиста никак не можем обнаружить. Но сегодня я хочу рассказать вам на примере всего лишь одного сражения этой войны. Как же выглядит этот враг? Какие одежки он нарядится и какие у него цели? Сражение это происходит в кинозале прямо сейчас. Для наглядности так и представим себя. Поле битвы это кинозал, враг это фильм, а наши, за которых мы, так сказать, болеем, это зрители. В указанное время в билете все наши за свой счет пришли на войну и начали проигрывать. Тоже за свой счет и за счет своих детей. Согрушительно проигрывать во всех смыслах. В кошельке меньше после покупки билетов и два часа жизни куда-то спустили. Но самое главное, последствия от увиденного пролонгированы на десятилетия. То есть истинное количество погибших и раненых наших определит время, ибо эта война особая, так задумано. Ведь если негативный эффект будет сразу заметен, то все быстро разберут, что к чему и фильм запретят. Поэтому нужно действовать очень хитро. И технологии эти в последние десятилетия отработались на гражданах всех западноцентричных стран весьма успешно. И у нас тоже небывалые успехи по этой части. И вы в курсе этого. Сразу хочу оговориться, что я очень тепло отношусь и к Европе, и к Западу как таковому, к западной культуре. Я говорю о том, что есть некие силы, которые сегодня, так сказать, вторглись в культуру западных стран, европейскую культуру, и подрывают ее изнутри. Вот об этом я сейчас хочу вам рассказать. В общем, в качестве врага у нас фильм «Чебурашка». Почему я решила сделать этот разбор? И почему я вот так как бы к нему, так сказать, прикипела? Потому что уж больно такой сочный враг у нас получился. Ведь «Чебурашка» – это совершенный феномен сегодняшнего дня. То есть он только в дни зимних каникул собрал более 4 миллиардов рублей. Сегодня, после каждого уикенда, я так понимаю, уикенды, после каждых выходных, после каждой недели прокатной добавляется еще, может быть, там какой-то миллиард. То есть сегодня, в конце января, когда записываю этот ролик, более 5 миллиардов рублей собрал фильм «Чебурашка». При том, что бюджет его составлял всего лишь 850 миллионов рублей. И это абсолютно беспрецедентный случай за все время существования на постсоветском пространстве российского кинематографа. Я вполне разделяю все восторги патриотические относительно того, что наконец-то у нас появилось наше российское кино, что мы преуспели в сфере замещения, импортозамещения в сфере кинематографии. Я очень, естественно, тоже заинтересована в том, чтобы на экраны и телевидения, и наших кинотеатров, и онлайн-кинотеатров на наших экранах появлялись бы фильмы нашего отечественного производства. Безусловно, я только за, да, я сама в этом заинтересована. И, казалось бы, я должна тоже радоваться, да, размахивать флагами и говорить там «Ура, Чебурашка», да, вот это наш прорыв. Ну, а почему же я этого не делаю, да, то есть что же я, значит, я что враг нашему российскому кинематографу, да, то есть это как бы странно, да, опять. Почему я так себя неоднозначно, да, веду? Значит, я не хочу критиковать фильм, я не критик, я не искусствовед, я не буду этого делать, да, моя задача другая. Я хочу разобрать этот фильм как родитель, как мама, и поговорить с вами о смысле, о смыслах, которые заложены в этом фильме. Должна сказать, что я прочитала множество рецензий о фильме, и, в общем-то, те издания, те люди, которые мне симпатичны, они, вот, значит, тоже высказались отрицательно об этом фильме. Приведу в пример вот только один, да, от которого мы оттолкнемся. Фильм заявлен как семейный, но, по сути, это приторная мешанина из гэгов для детей от 6 до 40 лет, а сюжет как некий собирательный образ американских фильмов. «Чарльз. Шоколадная фабрика», «Волшебник из страны Оз», «Шоколад». В новом Чебурашке действительность опускается до мультяшного уровня, не оставляя ни единому существу шансов на спасение от дебилизации. Кто-то сострыл рожицу или нелепо упал, вот здесь надо смеяться. Дешевая анимация вызывает не смех, но ужас, ведь нарисованный герой постоянно менял свои пропорции. Но сколько бы ни задавался экзистенциальными вопросами Чебурашка, сколько бы он ни искал себя, он и не человек, он не обезьяна, он не хукрик, он не ети. Идентичность цифровому зверьку уже нашли в одном советском анекдоте, который, кстати, обыгрывается после титров в короткой сценке. Едет Гена на велосипеде, а Чебурашка сидит на руле. Трансмозит их гаишник и говорит, уберите этого с руля. Но правда, уберите с рулю, ему здесь не место. Это вот цитата из информационного агентства «Ваши новости». Значит, давайте мы приглядимся к врагу повнимательней. И вот, значит, что мы видим по первому плану. Ведь в целом же все очень пристойно. Нам предлагается история воссоединения семьи. И также, в общем-то, большинство комментариев гласило о том, что зрители плакали в зале, и дети, и взрослые, и даже мужчины, то есть папы. Прослеживается история исцеления немого мальчика, которого исцелил Чебурашка. То есть Чебурашка как маг и чародей тут представлен. Значит, возмужал его отец в конце фильма, наконец-то превратился в какое-то подобие мужчины. Дальше возвращение человеческого облика, шоколадной магнатки, отрицательной героини фильма, такой прообраз старухи Шапокляк. Ну и, конечно же, полный хэппи-энд. Я говорю слова «хэппи-энд» и «уикенд» не случайно. Потому что, конечно же, фильм Чебурашка, как уже верно замечено, в общем-то, всеми зрителям, даже теми, кому понравился фильм, он очень напоминает западный фильм, который мы за последние 20 лет, 30 лет насмотрелись вот уже вдоль и поперек. И мы как бы сразу считываем этот характер, как бы считываем этот рисунок, этот стиль. Мы видим сразу этот почерк вот такого европейского кино. Это может нравиться, это может не нравиться. Я не буду касаться сейчас вопросов вкуса. Опять-таки, я не буду учить никого, что нужно любить в искусстве, а чего не нужно любить в искусстве. У меня совершенно другая задача. Я совершенно с других позиций хочу рассматривать этот фильм. Почему же вот все рецензии, которые я читала, они в общем-то, как бы в целом, они всегда имеют такую очень раздраженную интонацию. Вот что-то не нравится, вот как железом по стеклу, вот что-то мешает. И вот что-то такое неуловимое, то, о чем я говорила выше. То есть мы не можем понять, что нас раздражает. Ну вот что-то раздражает. Хотя в целом все очень хорошо. То есть по первому плану все замечательно. Как представитель старой театральной школы, как человек, который занимался изучением режиссерского действенного анализа, я предлагаю вам поразмышлять о том, что заложено в этот фильм на втором смысловом уровне. И сделать это очень просто. Если вы захотите оценить фильм, а вот что он даст моему ребенку, вот он о чем ему скажет, чем он может быть полезен моему ребенку, чем он может быть полезен мне. Мы с вами, родители, прекрасно понимаем, дети не учатся через поучание. Дети учатся только через подражание. Подражание образу тех взрослых, которых они наблюдают, которых они видят. И они считывают это поведение. Это работает как 25-й кадр. Давайте поразмышляем о том, какие модели поведения считают дети, смотря данный фильм. Если мы так спокойно проанализируем, то скажу сразу. Мы не найдем в этом фильме ни одного положительного образа. Ну вот смотрите. Главный герой Гена, образ крокодила Гена, Геннадий Петрович. Он, в общем-то, одинокий, да, мы понимаем, что он одинокий, с дурным характером, садовник, да, работает в дендрарии, прекрасной дендрарии. У него нет никакого чувства эмпатии по отношению вообще ни к кому, да. Ни эмпатии, ни симпатии, в общем-то, особенной. И даже чебурашку он приютил, оставил вообще у себя из чувства мести, да, из желания, как-то сказать, нагадить, да, вот этой так называемой старухе-шапокляк. Идем дальше. Долго не будем на этом сидеть, направление мысли вы поняли. Его друг, сотрудник зоопарка, да, с которым он играет в шахматы, ну, это, по сути, полный идиот. Почему? Во-первых, он тоже, кстати говоря, одинок, да, имеющий семьи, но, по крайней мере, нам не показывают его, да, так же, как и у Геннадия Петровича, нет семьи. И у этого, значит, шахматиста тоже нет никакой семьи. Он любит играть в шахматы, но в шахматы играть не умеет, и почему-то даже вот в зрелом возрасте он этого не понимает, и все равно с тупой настойчивостью кретина пытается выиграть партию, да, ну, не понимает даже элементарных каких-то ходов. Но потом нам в сюжете показывают, что он, в общем-то, в животных тоже не разбирается, потому что он никак не может понять, а кто же такой чебурашка. То есть очень как бы натянуто. И взрослые дети понимают, что он как сотрудники зоопарка, ну, не может быть такими, так сказать, мягко говоря, непонимающими людьми. То есть профессиональная пригодность оставляет желать лучшего, да. Третий мужской образ – зять, муж, дочери. Ну, здесь это вообще, по-моему, все очень сложно, да, потому что человек не может даже связать два слова без слов-паразитов. Опять-таки, если мы говорим, что дети учатся через подражание, да, то все вот эти выражения-паразиты, это самые и так далее, не будем сейчас их повторять, они, значит, тут же могут быть подхвачены и подхвачены и людьми, и детьми, да, то есть зрителями. Также непонятно, чем он занимается. То есть опять мужчины без определенных занятий. И четвертый герой фильма, собственно, его сын, мальчик, который вообще не разговаривает, да, он немой. Правда, он ходит на какие-то там тренировки, общается с коллективом, как он общается с ним, тоже полная загадка, вообще непонятно. И, собственно, тут еще есть пятый герой фильма, отрицательный герой – это управляющий шоколадной фабрикой, то есть управляющий той фабрикой, которая руководит так называемой старуха-шапокляк, да. Это уже совершенно апогей, такого слизника, подкаблучника. Я бы даже сказала, что это, ну, это как бы не герой, да, это человек совершенно лишенный мужских качеств, да. То есть это какая-то, условно говоря, шестерка при властной богачке. Очень неприятный образ. Ну, анти-мужской образ, я бы так назвала. Резюме. Нет ни одного мужчины с положительными мужскими качествами, которым бы хотелось подражать мальчикам. Ролевая модель вот этого коллективного мужского героя – тряпка со всеми ее разновидностями. Хочешь тряпка такая, хочешь тряпка сякая, тряпка, которая столько-то лет, вот тряпка, которая столько-то лет, да. То есть ни у одного мужчины нет ярко и даже не ярко выраженных мужских качеств. Дальше женские образы. Все они деятельные, решительные, деловые, вполне самостоятельные. И вообще основные двигатели бизнеса. То есть именно женщины в фильме обеспечивают своим семьям роскошную жизнь. В центре сюжета соревнования между двумя бизнес-вумен. Повторюсь, я специально использую вот такие, такой английский и американский сленг, потому что, в общем-то, весь фильм он сделан по западной кальке, по американской кальке, поэтому вот бизнес-вумен. Первая главная героиня, ну, как бы положительная героиня, это дочь главного героя. Такой некий прообраз, вот владельцы шоколадного магазина в фильме «Шоколад». Такой, как бы, Жюльет Бенош, да? Хозяйка шоколадного магазина и день по приготовлению шоколада. Но когда и как она готовит этот шоколад, то есть опять модель поведения нам не показывают. Вот как она это делает? Как ей приходит эта мысль? Что она с чем смешивает? Понимаете? То есть мы не видим, как она трудится. Наши дети ни разу в фильме не видят, как люди трудятся. Там все происходит вот волшебным образом. Мулки растут на деревьях. Она там посмотрела, да, вот гениальные, самовкусные в мире шоколадные конфеты вот лежат уже на прилавке. Она силой мысли все готовит. При этом весь фильм она ходит, недовольная. Оказывается, у нее детская травма, потому что отец, значит, в детстве после гибели мамы своей жены отдал ее на воспитание, там, по-моему, своей сестре, да. И вот теперь, несмотря ни на что, они живут в соседних домах или там на соседних улицах, но прошло-то уже практически 20 лет, но они по-прежнему разговаривают. Вернее, она с ним не разговаривает. Она обиделась, она обиделась, она не хочет, она с ним разговаривает, да. И не просто она с ним не разговаривает, она и внуку запрещает с ним общаться, то есть она лишает вообще внука деда. Ну, это понятно, да, модель поведения запредельная. Нам показывают сцену их, там, какого-то обеда или ужина, да, когда они сидят за столом, как она по-хамски себя ведет на глазах у ребенка, то есть ребенок это все видит. Мы не видим, как она воспитывает ребенка. Она только всеми командует. Она всем рассказывает, как им нужно жить. При этом почему-то все мужчины ее горячо любят. И вот все прям буквально молятся на нее. И ее вот отец, и ее муж относятся к ней исключительно как к богине. За что? Остается за кадром. Ну, сценаристы так написали. Вот почему-то вот так к ней нужно относиться. Мы не понимаем, почему. Ну, может быть, потому что вот она, это бизнесвумен, да, и вот, как сказать, зарабатывает деньги, значит, заботится о бюджете семьи, но вот только, может быть, такое какое-то оправдание. То есть ей как бы можно все. Сценарий писали аж четыре сценариста, да, и, по-моему, один из продюсеров было у фильма. То есть все всех устроило. Дальше. Значит, вот я даже в докладе написала, что получается, что женщина всегда права, а все мужчины дебилы, и сын, наблюдая вообще все это, собственно, он онемел. А о чем тут разговаривать? И так все понятно. Мужчины дебилы, бабы руководят, ну, можно помолчать. Ребенок молчит. То есть клинический немой. Ее антипод. Вторая главная героиня, отрицательный образ, как я уже говорила, да, про образ старухи Шапокляк. Вот это такая некая шоколадная магнатиха. Она еще более злая, еще более, вернее, как не еще более, она просто злая, завистливая, коварная, одинокая, но роскошно одетая, по последней какой-то там моде, дорого роскошно одетая, и живущая в собственном роскошном особняке, там, со всякими бассейнами, за высоким забором и с бригадой молодых охранников. Тоже потрясающая ролевая модель для девочки. Понимаете, о чем я? Она тоже всех ненавидит. С собственными детьми у нее никакого контакта нет. Внучку она избаловала, превратив ее в монстра. Это как бы еще один женский образ, только детский, да, девочка-монстр. Тоже мы не видим, как она работает. Мы видим, как она всеми командует. Мужчин она не считает за людей, ну, собственно, никого не считает за людей. Потом выяснится, что она бедная и несчастная, это будет потом. Ну, даже, собственно, тут и не важно. Ну, там поплакалась она в финале фильма, на груди у Гены. Тот не знал, как бы, что с ней делать, да. Ну, такой хэппи-энд так себе. Четвертая героиня, директор Дендрария. И, соответственно, начальница Геннадия Петровича, главного героя. Геннадия Петровича, тоже неустроенная, тоже одинокая, тоже командирша, разумеется. Но если первая у нас, значит, шоколадный гений, не умеющий трудиться, вторая у нас, значит, злая и богатая, то вот это третья, небогатая, но лебезящая перед начальством, и так, будучи небогатой, она так слегка подворовывает премии у сотрудников, о чем сама случайно проговорилась. Тоже, да, вот образ, положительный образ, это для девочек, то есть, резюме, ни одного положительного женского характера, на который могла бы равняться девочка. Ни одной, ни одного счастливого человека в фильме нет. И так задумано изначально. Не говоря уже про вот этот каким-то странным убранным тлеющий скандал между отцом и дочерью. То есть, вот эта интрига, которая протягивает через весь фильм, значит, и о которой потом будет говорить Чебурашка. Вот сейчас мы как раз и подошли к разбору его образа. Многие, значит, написали о том, как он технически плохо сделан. Опять-таки, меня это не интересует. Я не буду в этом копаться. Это вот эти подробности нас сейчас не интересуют. Нас интересует не форма, а смысл. Пришло время смысла, поэтому мы с вами говорим о смысле и о том, насколько полезен фильм в воспитании прежде всего. Так вот, Чебурашка – это и есть тот самый единственный, самый главный положительный герой, самый лучший из всех героев. Он смышленый, он умный, он добрый, он всех мерит, он всем желает добра, он забавный, симпатяшка, который вот только одним своим видом заставил немого мальчика начать говорить. Чебурашка нас покоряет вот, собственно, с самых первых кадров. Почему? Потому что нас сразу вовлекают в сцену, так сказать, насилия над ним, когда его хотят убить там эти какие-то там испанцы или кто там марокканцы, убить его лопатой, и нам его жалко, мы тут же включаемся, какой он милый, симпатичный, маленький, беззащитный, и вот нам его жалко и так далее. То есть о том, как вот эти чувства симпатии к герою поселить в зрителях, это, в общем-то, старые приемы, они известны, ими часто пользуются такие штампы уже. Ну, дальше возникает ураган, да, и чебурашка значит, прилетает вот уже в Россию, вот в этот дендрарий, собственно, сам он не местный, прилетел на урагане, жить ему значит негде, друзей у него нет, никто его не любит, не помогает, только все хотят его помучить или убить. Мексиканцы, эти марокканцы или испанцы, не знаю, там лопатой хотят его значит, прикокошить, дядя Гена, не дядя, этот Геннадий Петрович на вилы хочет его посадить, да, но чебурашка всех прощает, он прощает этих несовершенных людей, он не держит на них зла, а уж в конце фильма так и просто размышляет о том вообще, кто такие люди, почему же они не умеют прощать, на протяжении фильма он размышляет о том, кто он такой, может быть он человек все-таки, и когда он до такой степени так сказать великодушен, что прощает даже Гену, да, вот, самого близкого своего человека, ближе которого у него никого нет, а Гена его предал, да, подло, гадко, обидно и так далее, и так далее, то есть это та сцена предательства, над которой, в общем-то, плакали все зрители, он Гену тоже прощает, в общем, он прощает всех, то есть это практически Христос, вот такой, с ушами, правда, ну и вишенка на торте, о которой, к сожалению, мало кто написал, вернее, даже не то, что мало, вообще я ни у кого не читала, может быть, кто-то, так сказать, высказался, но вот я ни у кого этого не встречала, ни в одной рецензии, почему-то люди не заметили, ну, равно как, собственно, и то, о чем я сейчас говорю, тоже почему-то никто не заметил, вот, может быть, вы у кого-то это читали или слышали, да, я ни у кого это не читала и не слышала, собственно, поэтому я вот и решила сделать сама этот разбор, так вот, «Вишенка на торте» это то, что Геннадий Петрович, то есть Гену, мужчину, Чебрашка на протяжении фильма называет мамой. И, может быть, мы бы как бы упустили этот момент, да, но уж больно вот в связи со всей, так сказать, нашей вот этой ситуацией, того, что происходит вот в Америке с этим «Родитель номер один», «Родитель номер два», со всеми вот этими как бы вещами, конечно же, ну, понимаете, это очень бросается в глаза. И, в общем-то, те люди, которые в теме и понимают, как это там начиналось, понимаете, оно так же незаметно начиналось. Вот окно Авертона, оно открывается так же, вот незаметно. То есть, вы пока даже как бы и не понимаете особенно, что произошло. Ну, вот подумаешь, там как бы Чебурашка Гена назвал мамой, ну, ничего страшного. то есть, зритель тихонечко так вот проглатывает это все, даже не замечая. Ну, значит, заканчивая вот анализ персонажей вот в целом, что можно сказать? К сожалению, по вот всем вышеперечисленным признакам этот фильм совершенно, вот так сказать, естественно попадает, имеет все признаки классического трансгуманистического кино. Объясню, что имеется в виду. То есть, я так огульно его, так сказать, обзывать не буду. Дело в том, что вот именно вот именно признаки трансгуманистического кино и раздражали так всех наших критиков, то есть, которым фильм мне понравился. Люди не могли понять, что же им не нравится. Ну, вот они пытались понять, что там шутки какие-то тупые. Ведь вы заметили, да, я сейчас не осуждала эти шутки, хотя шутки были действительно просто похабные. Но даже их я не осуждаю, а про них уже написали, да, вот я говорю сейчас то, о чем не писали, то, о чем не говорили. Я не касаюсь сейчас вопросов вкусовых, я касаюсь вопросов смысла. Когда нам история в целом нравится, мы недостатков не замечаем. А когда что-то нас вот корежит, да, вот мы как бы вот к чему-то можем прикапываться. Чебурашка в этом новом фильме это чистый андроид. И его характер выстроен по классике создания таких образов. Роботы, андроиды, репликанты, синтетики и прочие искусственные существа механической или органической природы, созданные руками человека по своему образу и подобию, давно стали одной из любимых тем научной фантастики. Со времен Азика Азимова началась новая традиция. Андроиды становятся лучше, чем люди, человечнее, чем люди. Достигается это очень простыми методами, для того, чтобы андроид стал лучше, чем человек, то человек должен стать хуже. То есть все очень понятно. Если ты хочешь оттенить белое, то значит нарисуй черное. Андроиды стремятся всеми силами стать людьми и раскрывают в себе все грани человечности. То есть гуманизм, сострадание, самопожертвование, всепрощение и так далее. К примеру, Азимовский двухсотлетний человек, помните наверняка этот фильм, обретает последний атрибут человечности – собственную смертность. И в последние годы мы с вами видим абсолютный бум вот таких вот фильмов и сериалов трансгуманистической направленности, который посвящен вот в кавычках человечности и чувствам андроидов. Мы понимаем, что андроиды это ну они не люди, они не могут чувствовать, они не живые, в них нет жизни, но кто-то усиленно хочет наделить их качествами жизни, как-то оживить мертвые. Цели мы сейчас опустим, на эту тему у меня есть другая лекция, мы сейчас не будем этого касаться, я просто вам, так сказать, обращаю ваше внимание на это и показываю вам эти признаки, что это очень нехорошие признаки, ну к большому сожалению. Кто из вас смотрел фильм «Двухсотлетний человек», вот там понимаете, очень все четко показано, вот как бы вся траектория. Опять-таки классическая тема влюбления зрителя в персонаж, вначале нам его жалко, мы в него влюбляемся, мы начинаем переживать, как же он, так сказать, устроит всю свою жизнь, и когда в финале вот происходит вот это заседание суда, и он даже меняет все свои внутренние органы, вот только чтобы вот быть этим человеком, зритель, конечно же, рад, что ему это удалось, и он даже согласен жить вечно, всего лишь 200 лет, но вот с гордо поднятой головой умереть человеком. Опять-таки окно Авертона, кто понимает, о чем я, кто не понимает, пожалуйста, узнайте шесть ступеней окна Авертона. Очень серьезная тоже такая штука. Так вот, какие фильмы мы можем еще привести в пример, просто для аналогии. Мир Дикого Запада, Она, Из машины, Чапи, Почти человек, Бегущий по лезвию, Зои, Черное зеркало, и вот назову сейчас фильм, с которым вы скажете, что я там совсем сошла с ума или придумываю и так далее. Аватар. Настоящее трансгумуистическое кино. Почему? Та же самая причина. Задайте себе вопрос, кто там положительный герой? Там среди людей нет ни одного положительного героя. значит фильм нам показывает о том, что все жители планеты Земля значит это какие-то садисты, жестокие, захватчики и так далее, и так далее. И в принципе планета Земля она такая сякая, жить на ней уже не хочется. А человечица и как-то вообще сохранить себе вот эти добрые качества положительные можно только на другой планете или вообще став другим вот этим голубым синим существом из мира Нави. То есть получается под такими благовидными предлогами становления хорошим существом. По второму плану что идет? По второму плану говорят, что человечество прогнило. И вы люди гады, мерзавцы, сволочи, твари-душегубы, садисты и так далее, и так далее. Вот что нам рассказывают. Какие мы плохие. Вот это считывает зритель на подсознательном уровне. В конце 2018 года вышел российский сериал «Лучше, чем люди», снятый по мотивам культового шведского многосерийного фильма «Настоящие люди», где исследуются проблемы человечности андроидов в социально-политическом контексте. Значит, вот еще раз обратите, пожалуйста, внимание на основную тенденцию в искусстве 21 века. Крайне несовершенные люди, всегда проблемная семья, отсутствие грамотных воспитательных практик, то есть нам не показывают, как родителям общаться с детьми, как воспитывать детей, нам не показывают какие-то хорошие уважительные отношения между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Этого тоже не существует. Люди этого как бы не умеют. Также окружающую среду тоже нам показывают откровенно враждебные. Обращаясь к фильму «Чембуражка», вспомните, что вот в этом Марокко с апельсинами, какие-то были просто невероятно злые люди. Я была даже потрясена тем, что вообще такие люди бывают. Когда мы сейчас ставим на место этих людей, кажется, такое невозможно. Что такого-то? Съел он пару апельсинов, что же за это лопатой его убивать? То же самое, собственно, когда нам показывают российских граждан, я тоже не понимаю, как это можно жить 20 лет и не поговорить. У тебя родился ребенок, а ты отец живет на соседней улице, нет, ты будешь из себя строить такую обиженку, но это клиника, понимаете, это сумасшедший дом, это психическое расстройство, это все, это ненормальность. Я такого не встречала в своей жизни, в своем опыте общения с людьми. То есть это может быть, когда люди живут в разных городах, или когда люди скандалят, но мы видим, что Геннадий Петрович не скандалит, он делает бесконечные шаги навстречу, она говорит нет. То есть мы видим, что это реальная дурка. И, конечно же, в противовес, как я уже сказала, в противовес вот этим несовершенным, вот этим полусумасшедшим, полу-ненормальным каким-то дебилоидам людям, наделенные всеми положительными качествами андроиды. Как пример для подражания этим несовершенным дебилоидам людям. Вот. и вот еще скажу вам сейчас такую информацию, которая не имеет отношения к фильму Чебурашка, но имеет отношение к этой тенденции. То есть это то, что является тоже одним из показателей трансгуманистического направления в искусстве. Я хочу вам сказать сейчас о музыке. Ведь музыка формирует наш мозг на тончайшем уровне. Если самое яркое искусство, проникающее в сознание человека, это кино, то самое незаметное, буквально на атомном уровне, структурирующее сознание человека, это, конечно же, музыка. вот обратите просто внимание, что сегодня музыкальные композиции, особенно которые используются в саундтреках, фильмах, они не встречаются только мажорные или только минорные. Это всегда будет, допустим, четыре такта в мажоре, потом будет переход в минор, или четыре такта в миноре, потом и так далее. Понимаете? музыка сегодня современная тоже становится толерантной, трансгендерной, как новая Барби. Видели, да, есть ли новая Барби, значит, она же такая в маечке, в шортиках, полудлинной стрижкой, волосы, то есть ребенок сам решит, это мальчик или девочка, и сам придумает ей одежду, или сегодня наденет на нее платьица, завтра наденет на нее штанишки, и вот он сам решит, вообще, кто это. То есть таким образом нас как бы погружают вот в эту новую нормальность, нам навязывают ее, где пол не важен. То есть, понимаете, становятся не важны вообще никакие абсолютные характеристики, характеристики абсолютно становятся не важны. Нас как бы уже приучают к тому, что они не нужны. И если вот вы проанализируете фильмы искусства 21 века, то есть последних 20 лет, вы увидите, что сегодня мир искусства практически весь превратился в 50 оттенков серого. Я сейчас говорю не о сюжете книги и фильма, а я говорю о том, что краски нашей жизни, живой жизни, стираются, приглушаются, посыпаются перламутром, как угодно. То есть нет чистого добра и нечистого зла. Обратите внимание, нет чистого положительного персонажа, нет чистого отрицательного персонажа, то есть все перемешали. Нет мужского, чисто мужского, нет чисто женского, то есть все может быть, перемешали. Нет мажорной или минорной композиции, она и такая всякая, все перемешали, то есть разнообразие, трансгендерность, список можно продолжить. Но суть в одном. Наш мир специально засеряют от слова «серый». То есть гасят краски, гасят ощущения, гасят полет мысли. Нам во всем внушает некое сомнение, что ни одно человеческое качество или чувство не может быть подлинным. В нас культивируют сомнения во всем. В своих детях, в своей любви, в своей мечте. В Америке, в американский фильм уже давно подменили понятие. Любовь – это секс. Дружба – это выгода. Доброта – это слабость и так далее. Разговор этот очень долгий. Я не буду на нем сейчас останавливаться. Я просто очень хочу, чтобы вы для себя вот эту наиважнейшую мысль поняли и стали бы ее дальше крутить в своей голове сами. То есть думать, шевелить мозгами и находить подтверждение тому, что я вот вам только что сказала. Потому что сегодня, безусловно, пришло то время, когда нам необходимо говорить о смыслах, а не о форме. Про форму нам уж все понятно. Нам показали в Чебурашке несуществующий прекрасный город, несуществующие прекрасные дома. Кстати говоря, по поводу дома Гены, когда в первом кадре Чебурашка, оказавшись в его доме, навел беспорядок. Мы же тоже не видели, а как он убрал вообще свою квартиру? Кто это сделал? Домработница или он сам? То есть нам не показали это, как человек трудится, как ребенок может понять, что такое трудиться, как ребенок может показать, а как выстраивать отношения со взрослыми, с друзьями и так далее. И так далее. Ничего человеческого нам не показали. Это просто опустили. И заканчиваем анализ. Я хочу вам показать сейчас тоже с профессиональной точки зрения, обратить ваши умы на технические приемы, благодаря которым этот чудовищно вредный фильм, к большому сожалению, чудовищно вредный, собрал такую колоссальную сумму. Почему был такой прорыв у нас в кинематографии? Повторюсь, со времен вообще постсоветского периода. То есть это совершенно бум. Никогда фильм не собирал так много. Это беспрецедентный случай. Прорыв нашего российского кино. Ура, патриоты чуть ли не с флагами ходят чебурашкой. Значит, прием этот очень прост. Ядовитую конфету отдали тем, из рук которых зрители эту конфету примут. И даже не задумаются, отравлены это конфеты или нет. И зритель эту конфету принял. Накормил этой конфетой своих детей. Потом еще оставил восторженный комментарий везде, там, во всех соцсетях, в группах всевозможных. Рассказал всем своим знакомым, друзьям. Посоветовал пойти, посмотреть, сходить за этой конфетой в самое ближайшее время. Вот это и произошло. И уже вот эти 5 миллиардов, они уже не ваши. Так почему же так случилось? А потому что разрушающее сознание наших детей, образы, фильмы, исполнили самые харизматичные современные актеры. Не просто цвет российского кино. Не просто талантливые, не просто известные люди. А люди, обладающие максимальной степенью доверия у зрителей. Федор Добронравов. Любое его присутствие в любом фильме сразу вызывает доверие у зрителя. Он настоящий народно любимый актер. Он образец мужа. Он образец отца. Про это как бы все знают. Про него. Его все любят. То есть это безусловный, действительно, безусловный положительный мужской образ для мальчика. Но только фильм, правда, он сыграл антипод самому себе. Дальше. Сергей Гармаш и Елена Яковлева. Это не просто любимые актеры. Это практически родные люди. Сколько лет шел сериал «Каменская», где они играли главные роли. То есть я хочу сказать, что вот присутствие этой троицы – это не просто народный знак качества любому фильму. Это прежде всего настижь открытые человеческие сердца, которые впускают в себя полностью с потрохами все заложенные создателями. Гадские смыслы. Назовем это так. Ну а уже наш пытливый человеческий ум потом уже все, значит, докручивает сам, куда нужно. Тем, кто затеял с нами, то есть с человечеством. Вот эту ментальную, духовную, когнитивную, а самое главное – культурную войну. То есть войну смыслов, войну поведений, потому что сознание человека еще раз формируется не через паучание, а через подражание, следовательно, той культурной средой, в которой живет человек. Эта культурная среда воспитывает человека. Механизм оболванивания самый элементарный и действенный, а потому самый распространенный и древний. Сначала войти в доверие, чтобы слушатели расслабились. И когда все препоны сняты, и человек открыт, впрыснуть туда яда. Это почерк всех социальных инженеров. Они это делали всегда во всех странах, со всеми народами. И мы с вами, те, кто пережил 90-е, мы же очень хорошо это увидели. И вот для нас сейчас с вами, людей старшего поколения, этот опыт очень важен. Мы уже наступали на эти грабли. Да так, что убыль населения в президентстве Ельцина превысила потери во Второй мировой войне. Поэтому полученный нами негативный опыт разрушения собственного государства в последние 30 лет свидетельствует, что отныне в нашей национальной культуре, а особенно в произведениях для детей, нельзя допускать бездумного копирования элементов чужих культур. Ну вот хотят они там у себя называть мужчину мамой, но это их дело. Они хотят воспитывать стадо, которое не умеет трудиться, не умеет общаться, не умеет выстраивать отношения и так далее. Это их дело. Зачем нам идти по этому пути? Понимаете? Я не обвиняю создателей этого фильма в том, что они это сделали намеренно. Я думаю, что они, наверное, хотели сделать как лучше, показать, что мы тоже можем не хуже, не хуже, чем в Диснее или на студии Pixar это все изобрести, или Netflix. Мы тоже это умеем. И они вот эту кальку срисовали. Мне кажется, я очень понятно вам рассказала, что же находится, какие смыслы находятся за этой калькой. Нам нельзя с вами делать ставку на заигрывание с пятой колонной. Да, нельзя. Мы сегодня должны с вами озаботиться смыслами, а не формой. И мне вообще казалось, что вообще подписчики, допустим, моего телеграм-канала, мои коллеги понимают, осознают, что сегодня мы живем на реальном поле битвы культурной отечественной войны. Я вообще очень удивлена, что на самом деле мало людей обратили на это внимание. Я вот этому, в общем-то, потрясена. То есть мы так долго говорим про информационную войну, и вот она, так сказать, пришла к нам, да, мы ее не заметили. То есть можно с таким умным видом говорить про информационную войну, про то, что мы на ней сражаемся. Не заметить при этом удары этой информационной войны, не уметь отбить удары этой информационной войны, не различить этого. Не различить. А мы должны уметь с вами различать и задавать вопрос всегда, когда мы что-то видим или когда нам что-то говорят, что нам действительно хотят рассказать. А вот о чем это? Задавать постоянно себе эти вопросы. Потому что цель этой грандиозной войны – уничтожение самосознания человека, а как следствие – изменение цивилизационной основы общества. А нам надо вообще менять нашу цивилизационную основу? У нас вообще все в порядке, да? Давайте мы вернемся к тому, как жили наши предки. Вы сегодня видите сами, какие силы бросаются на проведение этой войны, не считаясь ни с чем. И вот единственные люди, которые могут это увидеть, это остановить, которые еще хоть как-то обладают даром развлечения – это мы с вами. Но только в том случае, если мы наконец-то начнем шевелить мозгами и начнем видеть вот этого невидимого врага. Нам отступать с вами некуда. Мы должны, мы обязаны заняться собой в том смысле, что научиться думать за нашими спинами наши дети. Нам отступать некуда с вами. Дети, внуки – ну как? Сегодня же молодое поколение считает, что это прекрасный фильм. Сколько я читала комментариев о том, что дети в восторге, пришли, им все нравится, и как бы что вообще вы тут, так сказать, выделываетесь. Замечательный фильм. Дети у нас умные. Они сами знают, что им нужно. Не знают дети, что им нужно. Понимаете? Для этого есть взрослые, которые подсвечивают фонариком то, что нужно. А нужно детям показывать правильные модели поведения. Если вы помните, да, мы в детстве всегда учили Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. Это были те самые модели поведения, которые мы впитали с молоком матери. Дальше, значит, русские народные сказки, то же самое, модели поведения. И уж в наших сказках всегда добрый человек, так добрый, злой, так значит злой. Там как бы не уравнивали, там серого не было. А сейчас сплошная серость. Наши дети очень часто выбегают на передовую, и в них летят все возможные грязные снайперские информационные удары. А мы, если не умеем сами различать эти удары, и не понимаем, откуда что прилетело. И, соответственно, мы не знаем потом, как помочь нашим детям. Отсюда рождаются войны между отцами и детьми, да, то есть мы не понимаем. Ребенок входит в пубертатный период, и мы не знаем, что с ним делать дальше. Ну, потому что он не знает, а что такое уважение. Ему никто не показал, не рассказал. Или ребенок говорит так, мама, значит, нас не интересует, что вы там делаете, да, то есть у вас есть свои идеалы, да, у нас есть свои идеалы. И, пожалуйста, мы сами с усами, к нам не приставать. Поэтому нам, взрослым, нужно прежде всего самим учиться разбираться в смыслах, то есть проделать над собой огромную работу и научиться за формой видеть подлинное содержание. За перламутровой оберткой нам нужно научиться видеть, наконец-то, смыслы. И вот только тогда мы будем не только иметь право называться человеком, а вот тогда мы обретем возможность им быть и научим этому своих детей, которые и продолжат созидать и восстанавливать нашу забытую русскую цивилизацию. Очень надеюсь, что смогла вам что-то сказать новое, и вы не пожалели о потраченном времени. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok